План – стратегический, тезисный, производственный, основа любого успешного мероприятия. А уж если речь идет о создании связного, грамотного текста, то план просто необходим. Уже во время его составления автор обдумывает предстоящую работу, мысленно раскладывает по полочкам сюжетные линии и отправные точки, что обеспечит будущее сочинение увлекательной фабулой. А впоследствии план станет отличным ориентиром и поможет не упустить нить повествования, логично связав между собой все части текста. Проще говоря, план сочинения – это практичный инструмент, облегчающий его написание. А в отдельных, совсем не редких случаях, план и вовсе является необходимым требованием для получения положительной оценки учебной работы. Поэтому очень важно научиться составлять план сочинения быстро и без усилий. Энтон Пепеп. На первый взгляд эта задача может показаться достаточно трудоемкой, но только в том случае, если она сложна для понимания. На самом деле, это один из базовых навыков, он прививается в рамках школьной программы и здорово помогает не только в подготовке по гуманитарным предметам, но и в организации мышления, его структурировании. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Если помочь ученику как следует разобраться в сути, составе и смысле составления плана, то его формирование не будет занимать много сил и со временем превратиться в один из технических этапов. Написание сочинения. Для этого достаточно на первых порах уделить составлению плана больше внимания, сделать несколько примеров совместно со школьником. Уже на третий-четвертый раз он начнет справляться самостоятельно, а вам останется лишь хвалить его за хорошие оценки и радоваться успехам своего ребенка или ученика. План сочинения в школьной программе «План в общем смысле» – это самая короткая форма переработки любого текста, при которой части этого текста выделяются согласно их содержанию и озаглавливаются. Соответственно, генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Ключевое понятие в этом определении – переработка, но она может производиться как с уже готовым текстом, так и еще только задуманным, то есть запланированным. В общеобразовательных школах составление плана сочинения – обязательное требование как в рамках уроков в течение года, промежуточных аттестаций, так и единого государственного экзамена. ЕГЭ А поскольку этот экзамен является одновременно выпускной аттестацией и вступительным тестом в высшие специальные учебные заведения, то необходимость системной подготовки к нему не должна. Вызывать сомнений Составить план школьникам придется для получения высоких баллов за экзамен по русской литературе. Задача немного облегчается тем, что среди всего разнообразия текстовых жанров и тем, на аттестации задается литературная тема, и школьнику нужно раскрыть ее проблематику. В определенном смысле это сужает круг требований и дает ориентир в подготовке. Но в то же время совсем не означает, что к составлению плана можно отнестись небрежно или вовсе обойтись без него. Подробные, грамотные и соответствующие архитектоники текста план, необходимые условия, без которого на максимальную оценку можно не рассчитывать. Как и само сочинение, удачный план должен выражать собственную позицию автора экзаменуемого, быть лаконичным и содержательным. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Структура плана в основе общая для всех текстов, независимо от их объема, содержания и проблематики. Ее костяк выглядит так, ай-ай-ай. Один, два, три. Ай-ай-ай. В соответствии с содержанием сочинения, ай-ай-ай – это вступление, ай-ай – основная часть, ай-ай-ай – заключение. Но это лишь условное содержание пунктов плана, которое выражается в сути, но не в названиях его пунктов. Сами же заголовки пунктов должны отражать основную мысль каждой структурной части текста. Озвучено Яндекс.Пичкит. То же условие касается и каждого подпункта, где авторские мысли раскрываются более подробно. При выполнении экзаменационной и обычной школьной работы над планом сочинения, необходимо не только грамотно составить, но и качественно оформить план. Некоторые ученики грешат склонностью к составлению плана в уме или в черновике. Это удобный навык, но он не засчитывается учителем или экзаменатором. План должен быть записан, причем располагается он перед началом сочинения, предваряя его. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. План, поданный после текста сочинения, считается ошибкой и выглядит так, как будто ученик забыл о его составлении и написал в последний момент вдогонку. Поэтому, прежде чем приступать к работе, мысленно обдумайте последовательность своих действий, а затем приступайте к составлению плана сочинения по следующим рекомендациям. Составление плана сочинения основная задача плана – структурировать будущее сочинение, которое должно как бы заранее просматриваться в пунктах плана и тем самым готовить читателя к правильному. Восприятию текста. Это не составит труда для автора, который, приступая к написанию сочинения, представляет себя, о чем и как будет писать. Но стратегия и последовательность действий не помешают в любом случае. Поэтому, начиная работу над планом сочинения, постарайтесь построить ее по такому алгоритму. В первую очередь четко определите и сформулируйте тему сочинения, ведь именно от нее вы будете отталкиваться в его написании. Если речь идет об экзаменационной работе, то тему сформулирует для вас экзаменатор. В других случаях ее бывает нужно придумать самостоятельно. Пусть она будет меткой, развернутой и позволяет вам полно выразить свои мысли. Озаглавьте план сочинения. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкит. В подавляющем большинстве случаев заголовки сочинения и его плана совпадают. Не забудьте после заголовка в середине новой строки указать слово «план». Нумеруйте пункты плана согласно его структуры. Ориентируйтесь в основном на три базовые части – вступление, основную часть и выводы. В зависимости от объема и сложности сочинения, каждую из этих частей вы можете разбить на подпункты. Но вступление и выводы дробить не обязательно, а вот основную часть действительно желательно развернуть и выделить в ней как минимум два-три более подробных подчиненных части. Сделать первый шаг в составлении сочинения поможет понимание его цели. После того, как вы сами себе ответите на вопрос, какие цели преследуют сочинение, его план выкристаллизуется практически сам собой. Например, это может быть анализ основной мысли произведения, сопоставление двух противоположных тезисов, доказательство идей литературного произведения, рассуждение о философских проблемах или просто изложение неких событий. Так или иначе, вы должны понимать направление темы сочинения, из чего она возникает, как развивается и к чему должна привести читателя, и, разумеется, вас как автора. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Лучше и проще всего при составлении плана использовать тезисы в качестве заголовков пунктов и подпунктов. А поскольку тезисы – это жатые формулировки идей, то таким образом вы убьете сразу двух зайцев. С одной стороны, получите отличный ориентир для разделения основного содержания на структурные части. С другой стороны, наверняка не собьетесь с мысли, не нарушите фабулу и не исказите содержание сочинения. Составляя план, вы уже закладываете структуру будущего сочинения, не забывайте об этом, чтобы впоследствии не усложнить себе задачу слишком сложным, или наоборот упрощенным, или малопонятным. Планом? Ориентируйтесь в первую очередь на собственное понимание. Если план кажется доступным вам, то, скорее всего, и на НИСТ 2 на него содержание текста сочинения не составит труда. Чем четче и понятнее составлен план, тем легче и успешнее пройдет создание самого сочинения. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Для себя вы можете ориентироваться на условные обозначения пунктов плана, такие как начало, середину и окончание, но озаглавливать таким образом пункты плана запрещено. Найдите такие предложения, которые будут достаточно лаконичными, но в то же время передадут суть соответствующей части текста. Если чувствуете, что базового набора пунктов вам недостаточно, и они не в состоянии передать всю глубину содержания сочинения, не бойтесь увеличить количество подпунктов плана и усложнить. Его построение. Но убедитесь, что оформляете их в соответствии с правилами. Для основных частей нумерация осуществляется римскими цифрами, для подпунктов – арабскими. Более мелкие структурные единицы могут обозначаться дробными числами или строчными буквами кириллицы. Не перегружайте план пунктами, используйте только те, которые действительно являются содержательными и не повторяют соседние части. Озвучена Яндекс.Спич.Кит. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. В противном случае вам же будет труднее отличить их друг от друга и сориентироваться в развитии сюжета, а оценка за работу может быть снижена. Помните, что при составлении плана сочинения действует золотое правило – лучше меньше, да лучше. Если не знаете, с чего начать сочинение его план, задайте самому себе простой вопрос – о чем будете говорить с читателем? Ответ, по сути, может содержать в себе идею всего сочинения. Его лаконичная формулировка может стать прекрасным заголовком текста, более развернутая первым пунктом плана, а переформулированная в другом ракурсе – итоговой частью выводами. Таким образом, каждый пункт плана сочинения не только может, но и должен отвечать на собственный вопрос. Это сориентирует вас как автора, заинтересует читателя и поможет логично связать между собой все пункты плана, а план с сочинением. План сочинения нужен не только для повышения оценки, полученной за сочинение, но и для того, чтобы, приступая к его написанию, перед вами не было чистого листа и в прямом, и в символическом смысле. Этого образа, предварительное написание плана позволяет организовать мысли, настроить на связное и разумное их изложение, воспитывает чувство логики и дисциплинирует сознание. Достоинство плана еще и в том, что составить его вы можете практически при любых обстоятельствах, прогуливаясь по парку, стоя в очереди в магазине и готовя обед. Затем, когда каждая мысль займет свое место в плане, вам останется только перенести его на бумагу. Между прочим, многие классики литературы создавали свои произведения именно так. Поэтому наверняка есть резон позаимствовать у них такой удобный инструмент и составить план сочинения, о чем бы оно ни было, кому бы не адресовалось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok